всем большой привет рада видеть вас на моем канале сегодня я покажу вам интересный мастер-класс по вашим же запросам вы оставляли свои комментарии под моим видео предыдущим и победил полимерная глина как ни странно я думаю что вам уже немножко надоело смотреть мастер-класс а полимерки оказывается что вам очень интересные и будет полезно такой мастер-класс будет снова и сегодня я решила что я покажу вам вот такие желто-серые бусики и их можно надевать также как браслет просто намотать на руку и надеть итак дорогие запасайтесь полимерной глины моем случае это желтое и серое вы же можете выбрать любую на ваш вкус также понадобятся цепочки и пины для того чтобы закрепить вот эти бусинки и конечно я не покажу вам как сделать вот такую простую желтую бусину я покажу вам как сделать более сложную вот такой интересный с цветочным орнаментом в виде такой розочки желто-серую такую с блёсточками очень эффектно интересную все украшения сделаны по моде яркие такие как сейчас очень популярны яркие очень такие неоновые украшения вот это взяла такой очень яркий желтый и немного приглашила его таким серым с блёсточками и так я надеюсь вам понравится этот мастер-класс и вы сможете сделать себе что подобное какие-то либо бусики либо браслетик полезен и интересен этот мастер-класс так дорогие приступаем к мастер-классу так я возьму два кусочка пластики дабы показать как сделать вот такую симпатичную бусину это будет розовый и серый вот так я раскатала полимерную длину два шарика и теперь мы должны эти шарики раскатать колбаски катаем примерно раскатываем вот но такого размера не слишком плоско не слишком толстенькую делаем полосочку откладываем в сторону и то же самое проделываем с полосочкой с розовой колбаской обе полосочки готовы и теперь мы отрезаем кусочки можно сначала разделить пополам затем еще раз на пополам чтобы ровные части получились и также розовым а Продолжение следует... 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 вот так получилось я сложила слои розового сера складываете их так как вам угодно и начинаю их прижимать аккуратненько и делать их немного длиннее делать из них тоже такую колбаску которую потом разрежем но мы делаем ее намного крупнее чем 1 еще немножко и я перестану ее раскатывать и катаем ее точно так же как предыдущую маленькую бусинку чтобы сравнять все неровности и соединения остатков глины я скатала вот такую бусинку большего размера и начинаем отрезать нашу колбаску получившуюся смотрим какой же рисунок нас ждет на этот раз вот такой рисуночек интересный и мы нарезаем кусочками тонкими чтобы наклеить на нашу бусинку бусинка сравнялась стала ровной гладенькой и теперь мы ее просто сплющиваем дабы придать нужную форму вот таким образом можно немножко выровнять ее на стекле с двух сторон осталось только проделать дырочку и запечь и теперь вы знаете как их сделать как сделать узорчик такой интересный на бусине нам осталось только одно точнее два мы должны проделать дырочку в одной другой бусине и запечь и я покажу как закрепить цепочку проделываем дырочки я использую обычную зубочистку все готово и мы можем запечь бусинки готовы нам понадобится кусочек цепочки и длинный пин что мы делаем спины продеваем его в бусину отмеряем на глаз примерно количество что пойдет на крючочек это где-то вот столичка и отрезаем затем сгибаем немного пин и в обратную сторону держим здесь с другой стороны чтобы не крутился начинаем отгибать тем самым делает петельку вот готова петелька к этой петельке мы крепим цепочку вот так и сдвигаем колечко готова с одной стороны это с таких частей состоит браслет из маленьких кусочков цепочки пинов и бусин также даже можно сделать сережки сделав бусинки немного поменьше подвесить их он так будет забавно смотреться и прикрепляем пин к маленькой бусинке точно также закрепляем пин на маленькой бусине и затем прикрепляем к другому концу маленькой цепочки вот я закрепила две бусины между собой вот так они выглядят и дальше пойдет сборка точно также сюда кусочек цепочки затем пин бусинка и опять цепочка спасибо вам за подписку на мой канал спасибо за то что вы оставляете такие интересные комментарии ставите пальчики вверх мне это очень приятно я стараюсь делаю для вас эти мастер-классы чтобы вам было интересно и чтобы вы смогли сделать для себя что-то интересное полезное своими руками что-то такое с хендмейдить скреативить и быть неповторимыми в своих аксессуарах своем выражении себя в этом мире пока пока